здравствуйте дамы и господа мы сегодня немножко с вами поговорим о тазе в рамках нашего цикла посвященного таким разговором об анатомии для художников чем отличается наша анатомия для художников тем что она все-таки затрагивая тему медицинской анатомии да она все-таки довольно быстро перед должна переходить на разговор о внешних формах потому что изображать нам конечно приходится внешние формы а вовсе не то как человек устроен внутри такая взаимосвязь она достаточно для нас важно и так вот сегодня мы немножко поговорим о формах таза формах таза почему потому что с них общем-то мы начнем какой-то подробный разговор мы предыдущих роликах этого цикла по анатомии проходили скелет и говорили о движении в туловище и даже у нас были входит этот цикл две лекции по архитектоники торса но как там таз был затронут довольно поверхностно давайте попробуем все это поговорить вот конечно немножечко нужно все-таки нам основные мышцы тоже знать надо понимать что когда мы об этом говорим нам пытаемся что-то вы изучать такое мы все равно в основном запоминаем какие-то самые крупные основные можно сказать даже внешние лежащие на поверхности мышцы в верхнем слое чаще всего потому что на самом деле потом когда начинаешь знакомиться с такой более медицинской что ли анатомии понимаешь в общем-то насколько всего много и насколько нереально наверное не будучи студентов медицинских факультетов до мало реально все запомнить хотя я думаю что ради интереса конечно нужно что-то и посмотреть вот например вот такой достаточно типичный ролик сегодня посмотрел в общем то кажется очень здорово очень все четко и конечно врачи они в этом плане кажется очень сильно дают фору нам художником разбирают все достаточно тщательно вот именно в плане строения но если как раз сделать поправку на нашу специфику данных думе что нам нужно немножко другое почему потому что мы должны не просто знать что человек под кожей такой вот красный иногда белые еще полосатой и что все эти участки они имеют свои названия даже на латыни что прекрасно и даже имеют свою функцию что нам более-менее надо представлять но проблема обычная нормальной анатомии то что она в конечном итоге не дает представление о формах и представление о формах нам дает рисунок нам дает рисунок академических больших количествах только когда мы что-то начинаем понимать именно рисунок фигуры человека но основные какие-то все равно мышцы и на нам надо знать а еще больше нам надо знать основные формы как устроены где находятся основные планы где находятся основные переломы чтобы рисуя все вот эти вот богорки и впадины мы все таки не просто погружаясь некий хаос да а имели некую четкую такую структуру в голове понимание общей формы но надеюсь что это эти все вещи понятны давайте мы тогда проговорим с какие-то простые вещи вы видите здесь название да из этих названий нам что важно наверно ягодичная мышца конечно как самая крупная дама все прекрасно знаем она отвечает у нас за разгибание как раз тазобедренном суставе в первую очередь и в общем то когда мы проходим обычную анатомию об этом что мы с чем мы сталкиваемся с тем что начало конец и функция функции обычно понять очень просто сидите два на два куска два края мышцы то понятно что функция это соединять эти два края до стягивать и большая ягодичная средняя ягодичная под ней находится малая ягодичная вот если большая ягодичная как мы видим она разгибает ногу в тазобедренном суставе тут средняя ягодичная малая не отводят в бок ногу да и при этом задние пучки и немножко назад как бы отводят а передние пучки немножко вперед вот здесь вот такая важная достаточно небольшая мышцы напрягатель широкой фасции бедра ну он занимается тем что он отводит ногу назад до напрягает широкую фасцию подвздошно-большеберцовый тракт с которой это фасция собственно сливаются и при этом он крепится дальше идет туда голени вот но нас он интересует не с точки зрения функции с точки зрения формы потому что на нем очень яркий такой идет поворот формы с бокового плана на передний практически это как угол такой это для нас важно и также нижнем слое находится еще группа мышц и и совсем не будем исследовать потому что она для нас не имеет прикладного значения с точки зрения внешне понятно что все влияет на внешнюю форму в конечном итоге мы не можем не можем просто впитывать все и потом проводить большую культа аналитическую работу нам все-таки надо брать конечный результат и к области таза также относятся еще некоторые мышцы это в частности вот вид спереди тут мы видим сбоку тот же самый напрягатель фасции бедра и здесь мы видим партнерная мышца крепится вот сюда и четырехглавая мышца вот ее собственно говоря прямаем ее участок называется прямая мышца тоже крепится сюда и строго говоря вот так вот по горизонтали это еще таз потому что бедренная кость только здесь начинается но при этом когда мы ногу поднимаем вот эти натягиваются возникает ощущение что на зарасте вот здесь целая группа мышц внутри да вот но для нас опять же нужно общую форму понимать что это за за форма важно и если сзади если сзади смотрите на зву глава я мышца до 2 глава и мышцы так будет еще две мышцы но основной момент то что они дают такую выпуклость на продукт этот участок уже у нас тоже не относится по сути бедро просто соседняя часть и еще у нас относится к тазу именно с точки зрения внешних форм это если тазом считать вот весь этот участок у нас относится нижняя часть пресса до прямой мышцы живота нижней части соответственно косых мышц живота да вот и сзади у нас длинный разгибатель спины ходит а косые мышцы живота подходит еще и сюда вот такой момент давайте мы сейчас попробуем немножко посмотреть во что это притворяется вот мы видим с вами скелет да попробуем сейчас на нем немножко порисовать это у нас упрощенная схема таза по балмасу и попробуем порисовав потом пути упрощенной схеме таза с мышцами так давайте попробуем сделать такую импровизацию сейчас что из этого выйдет надеюсь что более-менее в общих чертах хотя бы хотя бы сама мысль понятно вот у нас передняя вид спереди да здесь у нас находится крылья таза да вот это собственно лобковая кость да и вот отсюда у нас начинается бедренная кость для большой вертель и так давайте мы попробуем здесь представить что вот так у нас идет прямая мышца живота прямая мышца живота сюда идет здесь она в районе кубка делают замечательную ступеньку таким вот образом а здесь у нас идет касая мышца живота касая мышца живота вот таким образом сюда вот а при виде сзади у нас здесь длинная разгибатель спины тут сухожильная такая часть тут широчайшая мышца спины проходит здесь у нас заходит спереди сюда заворачиваю сказать что спереди сюда продолжается касая мышца живота вот здесь у нас средняя ягодичная поднимала ягодичная и тут у нас большая ягодичная мышца большая ягодичная мышца смешно получается огромная пупа вот и если вы мышцы бедра пошли тут воздушно большеберцовый тракт и напрягатель напрягатель пасции здесь что-то какая-то очень большая попа получилось итак давайте мы попробуем это представить в виде упрощенных таких форм если мы говорим о тазе здесь у нас пошла касая мышца живота вот здесь прямая мышца живота да 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 с Здесь находится вот такая ступенечка, если можно так сказать, на которой у нас находится пупок, сюда она дальше продолжается, и это у нас передний план, передний план, передний план сюда идет, а вот здесь у нас трехчетвертной план, трехчетвертной план, вот так вот пошел, вот и здесь поворот на боковой. Вообще освещение у него с другой стороны показано, вот здесь получается у нас средняя ягодичная, но важно тут напрягатель пасции, который как раз является углом, то есть по сути мы можем сказать, что угол такой, как угол, на котором поворачивает форму, с переднего на боковой план, вот здесь ставка ног уже идет, здесь идет ставка ног, тут тоже на бедре у нас есть передний план, вот так вот проходит, и здесь у нас боковой план, здесь тоже боковой план, вот таким вот образом давайте мы попробуем это выключить, вот что мы с вами имеем. Вот и давайте мы попробуем, давайте мы попробуем это еще отдельно сейчас представить, как у нас там картинки все, сейчас мы еще подключим новые картинки. Итак, дамы и господа, вот перед вами наша модель обрубовки торса, прошу прощения, но торса сначала много, в общем-то ничего нового, наверное, особо нет, по сравнению с какими-то схемами учебников, кроме того, что это сделано в объеме и сделано в объеме и, ну вот, на физическом плане, да, в гипсе. Ну и как-то, может быть, достаточно попытка именно все это показать, как-то, соответственно, целостно, да, то есть на каких-то схемах это может быть урывками, то есть попытка сделать это все в одной модели, чтобы со всех сторон все присутствовало. Ну вот, собственно, она уже давно отформована, да, и тиражируется, а тут вы видите еще бортики от периода, когда она отформовалась, просто отформована. Итак, давайте все-таки сосредоточимся на тазе, у нас здесь вот, что мы видим, вот мы видим передний план, да, вот вся вот эта часть практически, все, что мы видим, это передний план, здесь по бокам мы видим начало поворота на боковой план. Из переднего плана наиболее, как бы, центральная часть, она смотрит, как бы, строго вперед, грубо говоря, и вот части, которые рядом с ней, они больше уже смотрят слегка в три четверти, как бы, под углом, немножко тяготеют боковой части. Из них вот эти участки больше тяготеют к боковой части, особенно вот эти, вот эти, вот, вот эти вот участки, они больше смотрят вперед. Вот. И мы можем сказать, что вот этот участок, он, как бы, чуть больше направлен вперед и вверх, все-таки, да, вот этот участок весь чуть больше вперед и вниз, и этот участок еще больше, еще больше вниз, хотя и вперед. Вот, ну, и вот эти вот части тоже смотрят вперед, и вот здесь как раз мы видим тот самый характерный поворот на боковой план, который по напрягателю широкой пасции бедра. Давайте попробуем дальше. Вот. Это у нас уже поворот. Давайте посмотрим, что у нас там было. Вот. То же самое, но с другим освещением. Здесь хорошо видно, что, как бы, освещена часть сбоку, да, это вот часть, которая смотрит в три четверти и в бок. Центральная часть потемнее немножко, да, которая смотрит вперед в передний план. И участок, хотя это все вместе, вот это все передний план, но просто делится, как бы, напор плана, если бы так сказать. Вот. И вот этот участок, он самый темный. Сейчас очень хорошо выигрышно смотрит. То есть те, которые смотрят больше, скорее, больше в бок. В основном вперед, но все-таки больше в бок. Вот. Ну, давайте мы попробуем. Сейчас. Так. Что у нас в конце 9. Вот. Уже вид у нас в три четверти. Здесь нам хорошо видно как раз вот этот передний план, да, передний план, это передний план, передний план, передний план. Вот эти участки уже смогут быть в три четверти, да. Ну, а это уже скорее боковые планы. Это уже все скорее боковые планы. Вот здесь хорошо видно момент начала ноги. Где шла, шла в форме вертикально, а потом немножко пошла вперед. Так. Ну, вот сейчас то же самое, но с другим освещением. Хорошо видно, что участок, который чуть более вверх, они лучше освещены. Какой чуть более вниз, они уже освещены. Вот. А то же самое вид сбоку, и мы что здесь видим? Здесь вот, ну, здесь литьевой шов, да, который делит форму на две половинки. Можно на него не обращать внимание, но, правда, у него есть там тоже плюс, потому что по этому шву как раз идет разъем. То есть, как удобнее, куда удобнее раскрывать форму. Поэтому по шву у нас, по сути, разделение передней части и задней, да. То есть, тот же самый боковой план, да, все равно, он как бы не абсолютно боковой, он все равно тяготеет переду, улыбок сзади. Поэтому по этой линии как раз этот водораздел и проходит. Здесь у нас, мы видим большой, должен быть большой вертел там. Соответственно, по нему тоже такой поворот. Эта часть больше смотрит вперед, ну, еще, больше смотрит вверх, простите. Еще и потому что, конечно, у нас имеется контраплос, да, потому что таз наклонен туда. Вот, все это лепилось на основе фигуры Карша Гудона. Вот, и эта часть смотрит больше вверх, по этой причине это смотрит уже вбок и даже слегка вниз. Здесь у нас по крылу таза как раз проходит нижняя часть косой мышцы живота и которые дальше туда вплетаются. У нас границы грудной клетки, хотя, на самом деле, сами нижние ребра, они, конечно, ниже, значит, скрыты под мышцами. Вот, ну, вот хорошо сейчас виден пресс, прямая мышца живота в профиле. Тут эта ступенька как раз возникает, такая выразительная. Вот, ну, и то, что он тоже как бы не прямой, а он гнется вот туда, книзу заворачивается. На бедре тоже вот есть участок переднего плана, да, тоже надо иметь в виду. Ну, а здесь уже пошла большая ягодичная мышца. Вот, как раз сюда идет сужение таза назад. Тоже еще больше идет сбоку. Вот мы видим, что здесь уже заканчиваются косые мышцы живота. Вот здесь у нас пошла широчайшая мышца спины, правда, он уже, конечно, совсем к тазу. Здесь не относится. Тут сухожильная часть, тут пошла большая ягодичная мышца. Тут напрягатель широкой фасции бедра, по нему как раз поворот спереди на боковой планке. Вот на косой мышце живота тоже поворот. Тут хорошо видно, это вот начало ноги, вот этот вот красивый изгиб. Вот вид в три четверти, да, сзади, и мы видим, что мы видим, вот, хорошо видим поворот между боковым и задним планом, который здесь проходит по окончанию косой мышцы живота, по сухожильной части и началу ягодичной мышцы. Вот тут как раз пошла большая ягодичная. По ней как раз поворот. Так, ну давайте мы, наверное, вот это отключим, 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 отключим. Так, наверное, мы что-то не то отключили. Сейчас, секундочку. Так, мы уже смотрели с вами. Должен быть вид сзади. Давайте мы поищем. Вот вид сзади. Что мы с вами видим? Здесь у нас видим задний план, такую довольно ощутимую такую плоскость. Конечно, этот поворот мягкий. Но для того, чтобы мы его действительно видели, вот он здесь на модели так жестко изображен. Иначе мы просто не видим. Вот здесь переходная такая зона между задним и боковым планом. Вот здесь уже еще более боковая поверхность. Хотя все равно они, видите, назад сужаются. А там совсем боковая. Совсем боковая. Вот здесь задний план делится на участок, который больше смотрит вверх. Больше смотрит назад, больше смотрит вниз. Вот. Но здесь окончание длинных разгибателей спины. Давайте мы посмотрим дальше. То же самое над другим освещением. Вот здесь хорошо видно как раз разница в освещении между верхним, задним и нижним планом. Да, прекрасно. И вот повороты на боковой план туда хорошо видны. Здесь хорошо тоже видно по-другому то же самое. Здесь уже вид в три четверти сзади. Тоже мы хорошо видим поворот на боковой план. То же самое при другом освещении. Вот, ну, видите, потихонечку она вращается. Мы видим нитьевой шов, да, шов, в котором разнимаются две половинки формы. И мы видим, что по нему как раз происходит поворот с части, которая как бы назад, но уже и в три четверти, да, на часть, которая совсем-совсем уже в бок. Между боковым и такой вот переходной как бы зоной. Между боковым и задним планом. И то же самое совсем сбоку. Уже начинается поворот на переднюю половинку. То же самое с другим освещением. Здесь хорошо видно разницу, границу между совсем боковой частью и частью, которая является такой трехчетвертной переходной уже переднего плана. Уже практически на передний план скоро выйдет. Сейчас в три четверти. Здесь вот хорошо видно граница между трехчетвертным планом и передним. То же самое по-другому. Еще то же самое по-другому. Хорошо видно. Контраст со всем передним планом. То же самое, только освещение здесь не очень выразительное. Здесь тоже не очень выразительное. Здесь уже вид спереди. Ну и, собственно говоря, практически совсем спереди. Вот так вот мы с вами покрутили нашу обрубовочную модель торса или модель архитектоники торса. Как мы видим, что для того, чтобы нам планы показать, чтобы они не были аморфными, мы их вот в этой модели немножко утрируем. Конечно, здесь возникает, мне кажется, такой, ну, у меня, по крайней мере, был многолетний такой некий диссонанс в голове. Потому что я понимаю, что человек пластичный, да, такой весь с мягкими формами. И почему я, как мне тогда казалось, должен, видимо, стилизовать в своих рисунках человека более рублемо, каковым он не является. Вот. А на самом деле, когда нам предлагается обрубовочная модель чего-либо, модель архитектоники, то это вовсе не ставит перед нами задачу стилистическую, внешнюю. То есть, как раз наоборот, идею изображать надо те формы, которые мы реально видим. А вот для того, чтобы они перестали быть аморфными, нам в голове как раз нужна некая схема. Для того, чтобы мы, рисуя то, что видим действительно, мы не превращали все в кисель. А совсем не о том, что нужно внешне все стилизовать под такое рубленое, напоминающее искусство в 20-х годах и так далее. Вот этот момент, он такой, казалось бы, простой на словах, но, мне кажется, для того, чтобы его действительно осознать, требуется некоторое время. И надо понимать, с другой стороны, что все-таки первое время, к сожалению, скорее всего, нам в рисунках придется форму немного утрировать, потому что иначе если это не делать, то она, как правило, не читается. Если кажется, что ты берешь как есть, то, как правило, берешь все очень аморфно. Ну вот, давайте теперь попытаемся все это как-то применить, прорисовать, наметить, точнее, все эти переломы формы на реальных уже каких-то человеческих формах. Наверное, с вашего позволения, я все-таки в основном буду рисовать прямо на скульптурах, не где-то отдельно, просто ради экономии времени. Итак, вот, дамы и господа, вот вся вот эта область, это у нас передний план, и где мы видим поворот на боковой планчик. На боковой планчик, вот так вот мы видим поворот. Вот это вот уже у нас пошел боковой план, значит, здесь у нас это все вот как-то так, вот так вот начинается. Вот, вот здесь мы с вами видим вставку ноги, вставку ноги, вставку ноги, вставку ноги, ну и то есть вот эта вот часть, да, которая на вставке ноги, это все как бы таз. И вот у нас передний план делится на участок как бы совсем переднего плана, вот здесь где как раз поворотик мы видим, да. Такой поворотик, но здесь, кстати, тоже вот этот участок, это весь передний, совсем-совсем, да. Вот, а здесь это скорее центральная часть, а дальше вот эта вот часть, ну, можно сказать, что там трехчетвертная, но она тоже делится на участки, на участок, который больше вбок смотрит, да. Вот, здесь в районе пупка у нас такая, как ступенечка такая, и вот отсюда идет поворот, вот еще вот сюда вот на крыло таза, да. Вот так примерно, такая примерно схема у нас получилась. Давайте попробуем ее, наверное, подсветить, то есть у нас свет сбоку, да, немножко как-то утрировать. Там тоже, если сбоку немножко утрировать. Ну, это, конечно, утрирование. Утрирование, опять же, нам надо понимать, что нам это нужно для того, чтобы мы рисовали как есть в итоге, излепили как есть, но чтобы мы в этом как есть не потеряли, чтобы не была мовкость. То есть, тут, опять же, надо понимать, что это не какая-то казуистика, это не какая-то такая, не какое-то такое мудрствование и обман, да, а именно то, что в конечном итоге мы должны выражать те формы, которые реально мы с вами видим. Вот так вот. Так, ну, давайте попробуем это закрыть. Давайте попробуем, вот, или что-то может попроще. Давид, давайте мы на Давиде. Так, Давид и спереди. Давайте попробуем. Просто стоящая фигура, да. Итак, ну, наверное, давайте по старой схеме, да, то есть вот этот участок у нас поворот на боковой план. Вот сюда. Там тоже поворот на боковой план. Вся вот эта часть, это передний план. Здесь ставка на гиде. В общем, это видно. Вот, и вот так вот у нас проходит. Так у нас проходит центральная часть, да, совсем как передний план. Здесь он имеет такую замечательную ступеньку, да, с пуском. Вот эта часть как бы трехчетвертная, хотя вот здесь вот она более передняя. Тоже поворотик, кстати. Вот эта часть как бы трехчетвертная, она делится на такие вот участки, которые больше вбок. Да, больше вбок. Это тоже как бы немножко чуть полутонно. Вот, больше вперед. Это тут уже совсем вбок. Ну, давайте мы попробуем это закрыть. Видите, у нас будут виды сзади. Виды сзади, наверное, виды сзади еще найдем. Вот давайте посмотрим, что это у нас. Вид в три четверти. Итак, вот у нас поворот на боковой план. Вот так вот идет. На переднем плане вот у нас участок совсем переднего плана, да. И вот эта часть трехчетвертная, у него есть участок, который больше вбок, который больше вперед. Тут вот ставка ноги идет. Вот, в общем, очевидный момент. Сейчас тоже больше вперед. Боковой план тоже здесь где-то заканчивается. Дальше уже идет как бы начало заднего. Хотя большая ягодичная все-таки, она там до туда у нас, так сказать, боковой план нам являет. Вот так вот, наверное, мы сделаем. Поворот на боковой план. Поворот на боковой план. Тут скрутка идет, поэтому тут боковой план он вот так вот. Тут уже он вот сюда. Вот тут ставка ноги идет. Тут у нас передний план. Вот так вот совсем передний, да. Это больше трехчетвертой, хотя тоже часть передняя. Вот. Ну, а здесь у нас боковой вот сюда пошел. Здесь у нас часть, которая больше смотрит вверх, и которая смотрит вверх. Вбок. Вот таким вот образом, да. Вот тут у нас ставка как бы на ноги, вот она чуть выше происходит. Напряглись мышцы. Посмотрим. Вот что нам полезно в таких вот ракурсах, любых, то что мы можем представить себе, как бы, ну, вид в ракурсе с другого, как бы, с другого угла, и так вот легче себе представить сечение. Вот тут у нас поворот на боковой план, вот это вставка ноги, это вставка второй ноги. Поворот на боковой план пошел туда, здесь у нас передний план, да. Да, вот этот план как бы 3х4 тоже делится, наверное, сейчас. Вот здесь у нас пошел боковой план, туда совсем таким вот образом. Вот. И здесь вот вид снизу тоже чем полезен, то что тоже нам легче представить сечение, да, в 3D, не то что просто пятна смесовать, а именно трехмерно. Вот пошла граница бокового плана, вот у нас здесь вот такой планчик, да. Сюда вот разворотик, поворотик, точнее, не разворотик, а поворотик, простите. Вот это передний план, вот так вот, сейчас более 3х4, наверное, да. Здесь вставка на 1. Вот таким вот разрастом. Ну вот тут тоже полезно, все вполне себе, давайте мы посмотрим. Хитро, тут такая скрутка, что у нас по сути вот так вот граница бокового плана пошла. Так, вот там уже задний пошел план, туда. А здесь на бокалом тоже такой вот момент, тут вверх, вот отсюда сужение. Эта часть чуть вверх смотрит, да, на ней тоже поворотик. Это вот у нас косая мышца золотая здесь, наверное, наплывает на крыло таза. Здесь у нас сейчас совсем анкласс, вот там пошел. Вот таким вот образом. Тут у нас еще вот такой вот крыло, и вот тут у нас ставка на 1. Так, где-то у нас был... Где-то у нас был... Давид Микенанджо, вид сзади, вот он. Давайте мы посмотрим, потому что нам надо, конечно, задний план тоже посмотреть. Ну, мы с вами обсуждали на торсе, да, на обряду торса. Здесь вот, давайте мы посмотрим, здесь у нас поворот на задний план вот таким вот образом идет. Вот, это трехчетвертная как бы часть, хотя она больше боковой вот здесь тяготе. Вот здесь вот как бы боковая часть совсем, тут большой вертел, да. Вот, ну и здесь у нас тоже есть вот часть, которая совсем назад смотрит, есть часть, которая вниз смотрит, часть, которая больше вверх. Вот, здесь то же самое, то есть мы... Можем увидеть, что вот так вот она. Вот так, вот так, вот так, вот так. Эта часть пусть немножко... Тут более прямой участок, тут пошел поворот на боковой план. Здесь вот так вот эти вставки много. Ну, тут вещи, в общем-то, мне кажется, более-менее понятные. Давайте мы попробуем еще более сложные рассмотреть какие-то позы. Так, что мы можем здесь взять? Ну, наверное, трехграции можем взять. Можем взять вот сидящую фигурку. Вот такая из Секстинской капеллы. Конечно, какие-то одетые фигуры можем посмотреть. Где-то и фигуры нам полезны, потому что, конечно же, для нас важно, чтобы мы все-таки через одежду видели формы тела. Не просто одежду, из которой торчат голова и кисти рук. И, собственно говоря, и все. Да. Давайте попробуем еще вот эту, видите? Так, ну вот. Сейчас, наверное, будем в хаотичном порядке уже рассматривать. Конечно, сидячие они... Сидящие позы, может быть, чем-то сложнее, чем стоячие. Хотя, на самом деле, когда рисуешь, оказывается, что стоячие сложнее, потому что фигура уверенно стояла, а сидящие вроде бы и так сойдет. Так, ну, давайте мы попробуем вот начать с чего. Вот мы с вами смотрели... Давайте, наверное, все-таки согнажем. Вот такая вот у нас вещь тоже Никеланджело из Секстинской капеллы. Значит, что мы здесь видим? Здесь мы видим сгиб. Соответственно, вот места, где у нас вставка ноги. Особенно туда согнуто все. И даже вот этот участок здесь пропал. А здесь он есть. Участок, про который мы говорим, что это как бы еще таз, но там он уже практически слился с ногой. Здесь поворот на боковой план сюда пошел. Ну, здесь грудная клетка там где-то заканчивается. Тут передний план совсем передний, да, с этой ступенечкой. Тут участок как бы больше три четверти. Вот такой вот еще поворотик идет. Вот, ну и, собственно говоря, наверное, и все. Ну, вот этот участок тоже он делится на две части, которые больше три четверти и которые больше вперед. Ну, вот здесь мы тоже можем покрасить. Наверное, мы на этом и закроем. Вот страшный суд, да, фигура спасителя в таком эллинистическом решении. Ну, что мы здесь видим, да. Мы здесь видим ноги в ракурсе, да. То есть, вот у нас вставка, вставка ноги вот так вот, да, происходит. Тут вставка ноги вот таким вот образом. Тут у нас участок переднего плана, вот этот, он здесь у нас уже скрылся, потому что натягиваются мышцы. Вот так вот происходит у нас граница переднего и бокового плана. На переднем плане у нас участок, который совсем вперед смотрит, да. И здесь такая ступенечка, участок, который больше три четверти, он тоже делится на разные зоны. Вот зона, которая больше три четверти, зона, которая больше вперед. И вот здесь вот таким вот образом происходит сюда еще один поворотик. Ну, давайте попробуем двигаться дальше. Так, что у нас осталось? Ну, вот здесь тоже, в общем-то, все достаточно банально. Вот так у нас вставка ноги, сюда растягивается ягодичная большая, потому что тут у нас средняя эгодичная депута вертала находится. Вот тут у нас поворот на боковой план, вот так вот. Там у нас передний план, там окончание туловища. Там у нас вставка ноги, вот так вот идет. Вот такие насквозь здесь рисуют, да. Здесь вот таким вот образом, вот сюда. В общем-то, все тут вот на ноги тоже верхний боковой план. Ну, тут вот достаточно тоже все просто. Граница переднего и бокового плана вот так вот. Сюда. Да. Здесь у нас, вот так вот, центральная часть переднего плана, которая совсем вперед, как бы смотрим, да. И вот эта часть, которая уже тяготеет больше. Больше боковую, боковая пошла, да. Там тоже поворот на боковую. Вот эта часть, которую вы тяготеет еще вперед все это вместе. И вот эти участки немножко тяготеет. Вот, ну, здесь вот вставка ноги, да. Здесь у нас нога сильнее эти мышцы, как бы, натягиваются. В итоге у нас тут вертикальное участок здесь вовсе пропало. Ну, вставки ног. Вставки ног надо себя ощущать тоже насквозь, да. Так, ну, что же, давайте мы попробуем двинуться дальше. Так, и что, мы остались у нас одеты. Так, ну, вот давайте мы здесь посмотрим у нас тут. Вот тут поворот на боковой план. Вообще, если проанализировать старых мастеров, то они часто все эти повороты подчеркнут тем, что просто там характерные детали на эти места попали. Вот, и хорошо. Вот, передний план. Тут вот эта ступенечка. У нас это крыло таза вот сюда вот так вот натягивается, да. Тут грудная клетка завершается. Грудная клетка завершается. Здесь вот это крыло таза даже повыше. А здесь она вот тут, потому что контрапост. Тут у нас ставка ноги. И вот здесь у нас центральная часть. Да, вперед смотрит. Эта часть уже больше тричит. Тут ставка ноги вот таким вот образом. Тут уже боковой план. Тут большой вертел. Вот, ну, а здесь у нас что мы видим? Мы видим здесь вот границу между боковым и задним планом. Вот таким вот образом. Задний план делится тоже на участие. Здесь надо будет больше назад, больше вперед, больше вниз. Точнее, больше назад, больше вверх, да. А это больше вниз. Вот так проходит. Тут вот у нас есть совсем боковая часть. Вот. И вот этот участок, он такой в три четверти. Больше тяготеет к боку, конечно. Потому что. Вот. Здесь вот у нас получается граница фигуры где-то тут. И тут же вот. Тут у нас поворот на бокового на передний план. Вот таким вот образом. Нагодица. То есть видите, здесь многие формы, они подчеркнуты. Складки все неспроста. Как правило. Вот. Ну, давайте мы попробуем немножко дальше двинуться. И тут мы уже начинаем смотреть через одежду. Вот у нас граница. Граница переднего и бокового плана. Вот так проходит. Вот. 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 Само очертание фигуры у нас тут. Вот. Вот таким вот образом. Очень хорошо. Вот. Ну, вот. Собственно говоря, если о планах говорить, да, вот тут вставка ноги. Тоже вставка ноги. Вот здесь у нас центральная часть переднего плана. Вот здесь пупок. Здесь тоже центральная часть чуть больше вниз смотрит. Останавливаю чуть пониже. Вот сюда на крыло таза идет вот такой вот переломчик формы. Тут повыше. Это же контрапост. Так. Контрапост. Только что-то не видно наклона. Или я уже ничего не соображаю. Так. Ну, вот тут вот грудная часть. Грудная клетка заканчивается. Эта часть, она как бы вся более освещенная. Потому что немножко больше вверх смотрит. Тут вот тоже участок, который смотрит вверх. И тут тоже она очень освещенная. Освещенная. Вот. А вот участок, который больше вниз. Вперед вниз смотрит. Ну, из них, как бы вот, есть части, которые совсем еще больше. Три четверти в год смотрит. Ну, все это переднего плана. Так. Ну, давайте мы поползем в следующую. Смотрит все. Немножко затянут. Получилось. Прошу прощения. Ну, вот здесь у нас, мы видим, вот у нас центральная часть переднего плана. Да. Центральная часть переднего плана идет. Вот. У нас тут ступенечка, где пупок. И при этом вот так вот все скручено. Вот. Центральная часть переднего плана. Вот так. А вот это уже тут она больше. Немножко причепнется. Сейчас. Тут еще немножко вперед. И потом уже поворот на боковой. Вот так вот вставка ноги идет. Вставка ноги. Вот поворот на боковой план. Как раз. На бедре. Тут тоже происходит тут боковой план. И вот туда он уходит. А вот эта часть как бы она передняя. Она больше причепнется. Хотя вот на ребрах вот уже практически боковая. И здесь вот вставка ноги тоже. И вот сюда вот идет нога. Вот таким вот образом. Колено. Болень. Ну вот такие вот моменты. Здесь. Что у нас. Здесь у нас. Ой. Так. Так. Вот это вот граница переднего и бокового плану. Таким образом она проходит. вот здесь. Вот здесь вставка ноги. Да. Вот у нас передний план. Ноги. Да. Вот тут у нас большой вертел. Средняя ягодичная мышца. Здесь вот у нас крыло таза. Вот здесь у нас центральная часть переднего плана. там насквозь нога как-то вот так вот. Вторая ее вставка. Вот. А здесь у нас вот эта нога. Она вот таким вот образом. Таким образом. Боковой план. Ягодичная мышца так растягивается. Ну. Видимо тут немножко. Делаем поконтрастнее то, что ближе. Вот. Ну и здесь у нас вот так. И вот тут у нас центральная часть переднего плана. Туда она выше. Так. Ну вот наверное таким вот образом. такие шуршащие звуки это шиншило нас выбежало из клетки и пока не можем не туда заманить она кажется проголодалась так и вот у нас такая прекрасная совершенно фигура попробуем разобрать и еще в одной раз убедиться что старых мастеров хорошо владели фигурой в общем по крайней мере таких никеланджело все эти складки как бы пышные они на самом деле фигуру не скрадывают ее подчеркивают вот у нас здесь идет граница бокового и заднего плана таза и ноги до решать этот боковой план вот и собственно поскольку она скручена то вот так все пошло здесь идет крыло таза каким-то образом здесь вставка на не тут большой вертел по прослушиванию подчеркну вот тут у нас пошло бедро тут границы бокового и переднего плана потому что низко нарисовал вот а здесь у нас передний план пошел вот так вот тут на заднем плане тоже у нас есть чуть больше вверх пытается больше назад больше назад и больше вниз таким вот образом наверное вот так правильно ну что же наверное наверное надо нам наш разговор завершать там что уже очень все медленно я думаю что на фигуры еще в следующий раз осмотрим тут на всякий случай констатируем что здесь поворот на боковой план таким вот образом он заселит границы фигуры да здесь у нас пресс вот сюда вот это крыло таза мне кажется видно должно быть вот ну я думаю что здесь мы уже не будем повторяться если не изменяется дельфийский оракул на этой на этой красивой картинке я думаю что мы будем завершать наш сегодняшний разговор спасибо вам за внимание простите что все так пока получается немножко затянуто всего вам доброго хороших вам рисунков до новых встреч это что сейчас я вам говорила что я здесь мы будем полностью скором сейчас когда мы начинаем сзади кем-то а вот вот вот